Уважаемые мамы, папы и бабушки! Вы узнаете о том, как можно развить речь своего малыша дома, самостоятельно, в домашних условиях, не обращая их к специалисту. Не секрет, что мама – первый учитель для своего крохи, целая вселенная для него. Иногда работа мамы с малышом, занятия дома, гораздо более эффективны, нежели работа малыша со специалистом. Наверное, многие слышали поговорку – любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Для наших занятий эта мысль подходит как нельзя более лучше. Мама может очень многое сделать для своего малыша в домашних условиях. Сделать так, чтобы и речевое развитие протекало лучше, и предупредить возможное нарушение речи. Итак, как же организовать рабочее место малыша и все занятия его дома? Сделать это не так трудно, как кажется. Прежде всего, малышу необходимо место для систематических занятий, которые следует проводить не меньше трех раз в неделю, возможно, даже больше – по 15-20 минут в день. У малыша должен быть обязательно рабочий стол, соответствующий его росту – стульчик. А на полочках над столом должны лежать рабочие тетради, книги, игрушки – словом, все то, что нам пригодится для занятий. Для того, чтобы они протекали более эффективно, необходимо соблюдать несколько простейших правил. Во-первых, состояние малыша должно быть благоприятным для систематических занятий. Он не должен хотеть пить, есть, он должен чувствовать себя хорошо, быть отдохнувшим. Тогда и занятие будет в радости. Во-вторых, необходимо включать занятие в общий распорядок дня ребенка и соблюдать его неукоснительно. И в-третьих, конечно же, необходимо подключать творческий подход. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка заниматься. Такие занятия абсолютно неэффективны, не имеют ни малейшего смысла. Творческий подход и понимание нужд ребенка и его проблем – вот те основные качества, которым необходимо научиться любой маме. Например, ваш малыш отказывается заниматься дома за столом. Почему бы не перенести занятия на улицу или на прогулку? Или вместо того, чтобы заниматься за столом, в строго зафиксированной позе, что очень трудно маленькому ребенку, занятие можно перенести на ковер. Итак, творчество, творчество и еще раз творчество. Однако, что делать, если малыш наотрез отказывается заниматься и словарем, и развитием связанной речи, убегает, капризничает? В логопедической практике существует несколько хитростей, как помочь маме разговаривать своего маленького молчуна. Приготовьте фотоаппарат и маленький фотоальбомчик. Сделайте снимки своего малыша, когда он кушает, спит, пьет, гуляет. Это делать можно вместе с малышом. Пускай он нажимает на кнопочку. По таким фотографиям любой малыш будет гораздо охотнее составлять доусловные предложения. Например, Костя кушает, Костя спит, Костя читает, Костя качается. Чуть попозже можно использовать и треусловные предложения. Это значит, что малыш будет использовать три слова, связанные по смыслу. Костя моет посуду. Костя пылесосит пол. Так, маленький помощник. После работы со своими собственными фотографиями, вы можете подключить к работе и папу. И сфотографировать его. В этой ситуации фраза малыша будет звучать так. Папа читает. Или папа читает газету. Папа спит. И так далее. И уже потом от близких и родных людей можно переходить к абстрактным картинкам. Например, вот таким. Дядя читает газету. Девочка кушает. Мальчик моется. Или таким, трехсловным. Девочка чистит зубы. Грузовик везет арбуза. К хитростям можно и отнести работу с крупами, с мелкими игрушками, с водой. Не запрещайте ребенку пользоваться этим потрясающим обучающим материалом. Ведь если малышу будет очень хотеться заниматься тем или иным делом, он обязательно будет вынужден попросить вас об этом. Мама, дай миску для переливания. Мама, помоги. И так далее. Деткам двух-трех лет очень полезно и очень нравится играть с водой, крупами, с манкой на подносе, насыпанной тонким слоем, с мелкими игрушками. Также к хитростям мы можем отнести положительный эмоциональный настрой ребенка, который нам может дать музыка. Используйте элементы логаритмических упражнений. Поставьте малышу веселую детскую песенку, например, про лягушек, и вместе с ним танцуйте и подпевайте. К маленьким хитростям можно также отнести проблемные ситуации. Например, во время обеда забудьте, как будто, положить малышу ложку к тарелке с супом. Что он будет делать? Вероятнее всего попросит вас об этом, скажет дай. Но если ложки не будет в поле зрения, и он не сможет подойти и сам взять ее, он будет вынужден сказать дай ложку. Или, например, дай ло. Как ему удобнее, как получится. Еще одна проблемная ситуация поможет вам вынудить своего малыша сказать фразу из двух слов. Многие ребята любят кататься на машинках на колесиках, садятся сверху на нее и хотят, чтобы их кто-то вез. Вот ваш малыш сел на такую машинку, а вы стоите рядом и ничего не делаете. Что ему остается делать? Только попросить вас о том, чтобы вы его катили. Он будет вынужден сказать, мама, кати. Это уже маленькая победа вашего малыша. Не забывайте и о похвале. Надо много раз сказать малышу, какой он молодец и умница, что старается. Помните, что ваш малыш не может разговаривать фразами не потому, что он не хочет, не потому, что ленится, а потому, что он не в состоянии это сделать. У него действительно это не получается. Поможем ему вместе. Не секрет, что двух-трехлетки – это самый любопытный и шустрый народ. Таких деток очень трудно засадить за систематические занятия, организовать их деятельность. Однако, к сожалению, многие ребята в 2-3 года говорят недостаточно хорошо. Их речь мало понятна для окружающих. И они как нельзя больше нуждаются в систематических занятиях по развитию речи дома. Давайте попробуем предложить малышу такие игры и упражнения, от которых он просто не сможет оторваться. Нет ничего важнее для малыша 2-3 лет, чем работа над расширением словарного запаса и развитием связанной речи. Работая над связанной речью, мы всегда движемся двумя параллельными путями. Работа над активным словарем и над пассивным словарем. Пассивный словарь – это то, что мы понимаем, а активный словарь – это то, что мы используем в активной речи. Пассивный словарь всегда намного больше и у взрослого, и у ребенка. Это связано с тем, что многими знакомыми словами мы не пользуемся в активной речи. Например, однажды услышав слово «синхрофазотрон», мы, конечно, запомним его, но вряд ли когда-то употребим в речи активную. То же самое происходит и с маленькими ребятами. Однако пассивный словарь помогает понять речь окружающих. И чем богаче он будет, тем выше культурный уровень будет у ребенка или у взрослого. Итак, начинаем! Скажи, пожалуйста, мой котеночек, ты любишь сказки слушать? Да. Хочешь, я расскажу тебе одну сказку? Она называется «Колобок». Слушай, слушай внимательно. Когда я расскажу тебе сказку, мы поиграем с героями этой сказки. Хорошо? Итак, слушай. Жили-были дед и баба. Вот как-то раз и говорит дед. Испеки-ка мне, старуха, колобок. Ой, старый, да из чего ж я печь-то буду? Муки-то у нас нет. Ой, ну какая же ты несообразительная. Ты по сусекам помети, по амбару поскреби, вот и наберешь муки мне на колобок. Так баба и сделала. По сусекам поскребла, по амбару помела и набралось муки. Две пригоршни вот таких. Замесила баба тесто и испекла колобок. А после этого положила его на окошко студить. Вот какой колобок замечательный получился. Полежал-полежал колобок на окошке. Скучно ему стало. Прыгнул он вниз на завалинку, на лавочку такую, под окошком. Потом на землю и покатился в лес. Катится колобок, катится и песенку поет. Если хочешь, подпевай. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Глядь, а навстречу ему кто, как ты думаешь? Волк. А вот ты не угадала. Навстречу ему заяц. Да, и говорит он ему. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, зайка. Я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. От тебя, заяц, и подавно уйду. Их! И покатился себе дальше. Катится колобок, катится, катится он, катится. И вдруг навстречу ему как раз кто? Ну? Ну ты первый раз правильно. Волк. Ну, конечно. Вот он какой. Увидел колобка и говорит. Колобок, колобок, я тебя... Что? Сидим. Не ешь меня, серый волк. Я тебе песенку спою. Будешь мне помогать? Хлопай в ладошки. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от заяца ушел. От тебя, волк, и подавно уйду. Не успел волк даже пасть раздвинуть, как колобок, и покатился дальше. Катится колобок. Смотри, как он здорово катится, да? Катится. Хочешь, покатай, как он катится. Вдруг навстречу ему кто идет, косолапый? Мишка. Мишка и говорит ему. Что говорит Мишка? Мишка говорит, что я тебя съем. А как ты скажешь грубым голосом? Я. Колобок, колобок, я тебя съем. А колобок что отвечает? Не ешь меня, не ешь меня, я тебя с песенку спою. Ну, давай вместе петь. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, я по амбару метен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от заяца ушел и от волка ушел. От тебя, медведь. И поддавну уйду. И покатился дальше. Мишка остался далеко позади. Катится колобок, катится. Катится, катится. А вдруг навстречу ему кто? Лиса. Конечно. Вот она какая у нас рыжая, хитрая лисичка, сестричка. И говорит она колобку что? Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, не ешь меня. Я тебе с песенку спою. Ну, давай, я послушаю. Давай вместе, да? Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от заяца ушел. И от волка ушел, от медведя ушел. А тебя, лиса, и поддавну уйду. Подожди, подожди, какая замечательная песенка. Ну, ты знаешь, я что-то к старости плохо слышать стала. Прыгни ко мне на носик. И спой свою песенку еще раз. Прыгнул глупый колобок, лиса, на носик. А она его... И что? И проглотила. Вот такая сказка. Не надо быть таким глупым, не прыгать, лиса, на носик. Понравилась тебе сказка? Да. Давай немножко поиграем с нашими героями. Кто это? Лизунь, поворачивайся к столу. Кто это? Колобок. Колобок. А это кто у нас? Бабушка. Совершенно верно. Где же наш дедушка? Вон он. Спасибо, мой золотой. Это дедушка. Так. Кто был после бабушки с дедушкой? Кого встретил первым самым колобок? Кого встретил самого первого? Забыла немножко, да? Да, забыла. Это был зайчик. Это был зайчик. 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 А кто был после зайчика? Медведь. А вот и нет. Вспоминай. Ну, посмотри, посмотри, конечно. Кто? Волк. Волк был после зайчика, конечно. А после Волка колобок встретил кого? Ну, кого? Медведя. Медведя. Ну, а кто его съел, колобка-то, в итоге? Лисичка. Лисичка. Она была самая последняя. Вот, видишь, съел колобка, стала толстой. У нее даже платьица свалилась из-за этого. Видишь, у лисички, да? Хорошо. Молодец. Итак, давай мы еще раз назовем всех персонажей, хорошо? Это кто? Колобок. Кто это? Бабушка. Кто это? Дедушка. Это кто? Зайчик. Это? Волк. Умничка. Это кто? Медведь. А это? Лиса. А теперь давай поиграем. Сейчас ты закроешь глазки, только честно. А я всех перепутаю. Откроешь глазки и положишь, как было. Хорошо? Закрыла, готова. Не подсматривай, я скажу, когда открывать. Ну, открывай глазки, смотри, все перепутались наши герои в сказке. Разложи их по порядку, как было. Я вот здесь, ну нет, вот здесь, на столе. Вот, смотри, колобок у нас первый, да? Кто потом? Так. Папушка еще была первая. Да, они были вместе. А кто был потом? Вспоминай. Заяц. Да. Бери, бери, перекладывай его. Можешь встать на ножки, если тебе неудобно. Так. Где у нас зайка? Вот он. Это не зайка. Смотри внимательно. Ну, вот он, зайка. Ну, так ты его возьми и положи после бабушки с дедушкой. Вот так вот зайчика возьми. Да, вот. Умница. Так, хорошо. Как ты все аккуратно раскладываешь. Молодец. Кто был после зайчика? Вот этот волк. Давай, клади его по порядку. Потом был Мишка и Лисечка. Очень хорошо. Здорово. Тебе понравилось играть? Да. Ну что, хочешь сама поиграть? Да. Хорошо. Все. Смотри, что я принесла тебе. Тут в этой миске в куче фасоли закопано что-то очень интересное. Там очень много разных игрушек. Давай ты будешь сейчас их выкапывать, оттуда доставать, красиво называть, ставить вот здесь на стол. Хорошо? Давай, прям руку засовывай в глубину. Многие из них на дне лежат. Это цветочки. Это цветочки, умница. Клади сюда. Ой, че. А это что это? Это такая сумочка. Совершенно верно, сумочка. Это лошадка. Так, лошадка мы поставим сюда. А это собачка. Ладошку прям вот так вот опускай туда, там на самом дне что-то лежит. Попробуй. Кстати, ты не назвала это кто? Лизунь, подожди-ка, кто это-то? Знаешь, что это за животное? Ну-то посмотри, какой у него острый рог на носу. Кто это? Это носорог. Повторим хорошо. Носорог. Рыбка такая. Рыбка, верно. Ой, что это такое? Так, у него засунулась фасоль в ротик, да? Понимаешь, она покушала немножко, да, наверное. Так, рыбка, дальше. Это тигр. Это не тигр. Посмотри, тигр он всегда в полосочках, у него нет гривы. Это лев, у него всегда есть грива. И он такого желтого цвета, желтовато-коричневого. Так. Машинка. Верно, машинка. Давай сюда. Машинку положим. Так. Ручку в самую глубину. Попробуй запусти. Вот. Что-нибудь нашла еще? Вот. Да. Морковка и собачка. Умница, все знаем. Давай посмотрим. Вот так вот. Давай помешаем. Там что-то еще, смотри-ка, мелькнуло. Ведро. Ведро, конечно. Ставим ведерко. Давай еще посмотрим. А вдруг что-нибудь там еще есть, да? О, смотри-ка, что там такое яркое. Ух ты, что это? Клокольчик. Клокольчик. Даже звенит по-настоящему. Так, посмотри-ка, что еще есть. Ничего. Что-то еще нашла, да? Ой, это. Это фасоль, это фасолинки. Наверное, это все, да? Ну вот, давай мы с тобой теперь фасоль нашу уберем в стороночку, а поиграем с нашими игрушками. Хочешь, присаживайся на стульчик? Сейчас мы их положим к тебе поближе, будем с ними играть. Слушай внимательно задание, которое я тебе буду давать. Хорошо? И выполняй все, как я скажу. Положи собачку в сумочку. Может быть, мы возьмем маленькую собачку? Она точно влезет. Давай, щеночка. Ага. Хорошо. Так, теперь слушаю следующее задание. Спрячь колокольчик за рыбку. Ой, умница, конечно. Вот так у нас будет за рыбку, да? За рыбкой колокольчик. Хорошо. Поставь носорога около цветочков. Так, в стороночках у нас получается и машинка здесь зачем-то. Вот как хорошо, да? Ну, давай совсем что-нибудь трудное. Давай посложнее. Дай мне, пожалуйста, игрушки так, как я назову, по порядку. Слушай. Дай мне, пожалуйста, лошадку, рыбку и собачку. Кого ты дашь сначала? Сначала я даю рыбку. Послушай еще раз мое задание. По порядку надо давать игрушки. Дай мне лошадку, рыбку и собачку. Кого дашь сначала? Собачку. Лошадку я просил, лошадку. Потом я просила кого? Собачку. Рыбку и собачку. Вот так, рыбку и собачку. По порядку получилось? Да. Так, хорошо. Дай мне, пожалуйста, в таком порядке машинку, цветочки и морковку. Так, клади сюда машинку. Дальше. Цветочки. Морковь. Очень хорошо ты запоминаешь. Просто замечательно. Давай тогда немножко еще посложнее чуть-чуть. Слушай внимательно. Дай мне вот так. Сумочку, колокольчик, рыбку, собачку. Что дашь сначала? Что дашь сначала, Лизонька? Я начала там. Сумочку, да? Сумочку. Сумочку. Потом я что просила? Калкончик. Верно. Потом я что просила? Собачку. Рыбку и собачку. Хорошо. Умница. Понравилась тебе моя игра? Правда, здорово? И мне понравилась. Давай поиграем вот с этими игрушками. Давай. Только сначала надо их назвать. Кто вот это? Это верблюд. Верно. Это верблюд. А это кто? Человек. Это жираф. Вон какая длинная шея у жирафа, да? А это кто? Козел. Хорошо. А это? Носорог. Носорог. Кто это? Лошадь. Это не просто лошадь. Смотри-ка. Это зебра, да? Полосочка. Наверное, был в зоопарке. Видел такую зебру, да? А это кто? Это лев. Посмотри, в ручки возьми. Это лев. Верно. Вот такое тебе задание, Займенька. Разложи, пожалуйста, эти игрушки на две кучки. Сюда положишь всех животных, а сюда ко мне все машины. Давай. Очень хорошо. Молодец. Погляди на эту картинку. Что здесь нарисовано? Это чашка, ложка и вилка. Ты думаешь, это чашка, да? Ну, хорошо. Может быть, чашечка стоит на тарелочке. Да? Наверное, так. Смотри. Как ты думаешь, тарелка по форме какая? Круглая. 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 Совершенно верно. А это что такое? Треугольник. Треугольник будем считать так. А это что? Ковер. Ковер или салфеточка, да? Какой по форме ковер? Такой. А какой? Не треугольный, не круглый. А какой? Такой. Один, два, три, четыре. Ты правильно посчитала. Четырехугольник. Ты такое слово сложно знаешь. А квадрат слышал? Квадрат. Квадратные формы, да? Формы. Вот тебе картиночки. Разложи, пожалуйста, эти картиночки по форме. Все круглые положим сюда. Все треугольные формы положим сюда. А картинки квадратные формы положим вот сюда. Давай. Так, называем, что это? Елка, елка, и звезда, и луна. И луна, и звезда, это картина, да? Квадратной формы картины, верно. Что это? Колесо. Какой формы колесо? Куда положено? Круглый. А куда положено? Верно, к тарелочке, к круглой. Морковка. Какой формы морковка? Тот. Треугольный, совершенно верно. Мы положим ее сюда, дальше. Апельсин. Куда апельсинчик положим? Какой формы апельсин? Круглый, тремльбольный? Круглый. Так что кладешь в квадратной форме. Положи круглый. Где у нас все круглое? Это. Верно. Давай вот так вот. Можно вот так, вот так, по-разному. Дальше. Пирамида. Какой формы пирамида? Разноцветная. Это она по цвету разноцветная, верно. А по форме какая? Треугольная, круглая или квадратная? Круглая. Посмотри внимательно на эту картиночку. Совершенно верно, колечки круглые. Но когда пирамидка собрана вся от начала до конца, какую она форму имеет? Круглая вот тут, круглая вот тут, а тут нет. Ну, посмотри, Зиняка, треугольная форма-то, правда, получается? Пирамидка, если собрать ее правильно. Пальчиками проведи как она. Вот. Веди, веди, веди дальше, дальше, дальше. Вот. Чувствуешь треугольную форму? Положим к треугольной форме. Где у нас все треугольное? Клад. Вот у нас все квадратное. Вот сюда. Давай вот сюда, пониже. Смотри, ты же вот так вот раскладывай по порядку. Итак, тут у нас все какое? Круглое, да? Здесь у нас все какое? Теугольное. А здесь у нас только две картинки. Какой по форме? Какие по форме? Квадратное. Квадрат. Молодец, очень хорошо. Давай поиграем в игру «Доскажи словечко». Слушай внимательно стишок и угадай, о чем он. В огороде рос хрустящий наш зеленый молодец. Этот овощ настоящий, длинный, сладкий. А у него? Переворачивай картинку. Проверяй. Действительно огурец. Молодец, догадался. Так, что же здесь? Принесли из магазина фруктов целую корзину. В ней для Саши и для Зины золотые... А морковка? А морковки, а не получается в их стишок? Слушай внимательно. В ней для Саши и для Зины золотые... Апельсины. Умничка, апельсины. Переворачивай, проверяй. Действительно апельсина. Хорошо. А теперь отгадай загадку без подсказки. Наливное сладкое с яблони упало. Бог себе помяла. Что это? Яблоко. Проверяй. Ну-ка. И вправду яблоко. Молодец. И последние ручки. Ну что, ничего страшного. Игрушку потом нашу поднимем. Смотри, угадай, что здесь спряталось. Растет краса, зеленая коса. В земле вся рыжая сидит. Когда жуешь ее, хрустит. Что это? Это морковка. Проверяй. Правильно или нет? Молодец. Это действительно морковка. Вот такая у нас с тобой игра. Игры, направленные на развитие слухового внимания, крайне необходимы. Они готовят двух-трехлетнего малыша к играм на развитие фонематического слуха. Фонематический слух – это способность различать звуки речи на слух. Например, если вам сказать слово «рак» и попросить посчитать количество звуков слоев, вы без труда назовете это количество «три звука». Вот за эту функцию отвечает фонематический слух. Благодаря фонематическому слуху ребенок не только учится чисто произносить звуки речи, но и обладевает чтением и письмом. А эта игра называется «Угадай, что звучало?». Посмотри, какие замечательные игрушки музыкальные я тебе принесла. Послушай, как звучит каждая из них. Это бубен. На, попробуй сама. Можно так. Ну, давай договоримся, что я в него буду играть. Вот так. Попробуй, позвени. Так, хорошо. Кладем бубен. Это называется игрушка «Металлофон». Послушай. Как капельки дождика, да, звучит? Запомнила звук? Запомнила, как звучит, да? Хорошо. Это дудочка. Она очень громко дудит. Слушай. Да, попробуй сама. Отлично. А это погремушка. Ну, ты, наверное, знаешь такое. Ну что ж, давай играть. Сейчас ты отвернешься, а я на чем-то поиграю. Повернешься и покажешь, на чем я играла. Слушай внимательно. Угадай. Что звучало? А как это называется? Помнишь? Металлофон. Металлофон. Отворачивайся, умница. А теперь что звучало? Губен. Губен звучал, конечно. Отворачивайся. Слушай еще. Ну, ты, наверное, видела, да? Ты видела, как я играла, да? Это погремушечка звучала. Так, а теперь что? Опять. Дудочка, наверное, нет? Нет. Молодец. Смотри-ка, не удалось ли тебе перехитрить? Отлично. Ты очень хорошо запомнила. Посмотри на меня. Ты очень хорошо запомнила, как что звучит. А теперь наша игра будет проходить немножко по-другому. Угадай, что не прозвучало? Вот, послушай. Подворачивайся. Слушай ушками. Я поиграю на всех игрушках, кроме одной. Ладно? Слушай, какой же я забуду? Дальше еще рано. Все. Что не прозвучало? Бубен. Это прозвучало, верно. Бубен был. Да, что еще было? Металлофон. Еще что было? Погремушка. А что не прозвучало? Дудочка не звучала. Ну-ка, отвернемся еще раз. Слушай, что опять я забуду? Слушай внимательно. Дальше слушай. Рано, 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 рано. Слушай еще все остальные. Чего не было? Что не прозвучало? Умничка. Не было бубна. Очень хорошо. Ты молодец. Развивая речь малыша, не забудем и подготовить органы артикуляции к правильному произнесению звуков речи. Все звуки речи должны быть сформированы и чисто произноситься к 4-5 годам. Если этого не случилось, и речь малыша полна неточностей и искаженных звуков, следует обратиться к опытному специалисту-логопеду. Не стоит заниматься исправлением звукопроизношения самостоятельно. Этим вы можете навредить своему малышу, закрепив неправильное дефектное звукопроизношение. Итак, упражнениями по развитию артикуляционного аппарата будем заниматься не меньше трех раз в неделю по 5-7 минут. Делать это нужно обязательно перед зеркалом, для того, чтобы малыш учился лучше контролировать свои губки, щечки, язычок. Особую осторожность следует проявлять в работе над дыханием. Для того, чтобы не закружилась головка у малыша, следует брать не более одной игры на занятия и, конечно же, контролировать длительность дыхательных упражнений. Для того, чтобы речь твоя и моя была красивой, правильной, нам нужно обязательно делать упражнения для губок и для щечек. Посмотри на меня, как я это буду делать. Вот смотри, первое упражнение называется трубочка. Попробуй так губки вытянуть вперед. Молодец. Теперь я дам тебе зеркало, посмотри в него внимательно. В это зеркало. И сделай трубочку. Еще держим, держим. Ты держи трубочку, а я буду считать. Один, два, три. Очень хорошо. А теперь улыбочку делаем. Улыбни сильно-сильно, растяни губки. Сильно-сильно, молодец. Умничка. Растягиваем, растягиваем губки. И считаем один, два, три. Еще держим, держим губки. Молодец. Держи, 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 держи. А теперь покажи мне трубочку еще разик. Смотри на себя, как у тебя губки красивы. И улыбочку сразу. И опять трубочку. И опять улыбочка. Подержи, подержи немножечко, молодец. И еще трубочку. И улыбочка. Очень хорошо, молодец. Прелесть. Очень-очень хорошо у тебя получилось. А теперь давай надуем шарик из наших щечек. Вот так. Сильно-сильно. Вот у нас какой шарик надулся. Смотри, какой красивый шарик. Ну-ка. Красивый шарик. Ну-ка, теперь я его лопну. Надуй-ка. И лопнули наш шарик. Молодец. Очень хорошо, молодец. Но еще нам нужно с тобой немножечко массажик сделать для губок и для язычка. Сделать будем так. Смотри, покусаем наши губки. Губки покусаем. Вот молодец. Смотри, как ты кусаешь губки. Кусаем, кусаем губки. Кусаем, кусаем. Умничка. Не двигай головочек. Радуйся. Умница. У тебя прекрасно кусается. А теперь язычок покусаем. Вытащим вот так. Вынимай подальше. Вот, умница. Смотри на свой язычок, какой он у тебя красивый. Получается? Головочка вот так. У нас все хорошо. Кусай, кусай сильно. Молодец. Кусаем и радуйся. И еще раз губки. Умничка. И улыбочку давай еще раз делаем. Держим, держим улыбочку. Держим. И трубочку. Вот так. Трубочку. И улыбочка. Сильно держим. И трубочка. И улыбочка. Очень хорошо. У тебя все замечательно получилось. А теперь мы с тобой поиграем в очень интересные игры. Посмотри, что я тебе принесла. Вставай на ножки. Это мисочка с водой. А в ней плавают разные кораблики. Да, конечно, их можно еще и радошками, пальчиками трогать. Но мы будем на них сегодня дышать. Так, чтобы наши кораблики поплыли по водичке. Дышать мы будем не просто так, а по всем правилам. Хорошо? Смотри, как я буду делать это я. Я набираю воздух в носик. Давай мы их в серединку, чтобы они и серединки поплыли. Смотри, еще раз в носик набрала я. Ох, как они все дружные. Хочешь попробовать? Ну, давай, попробуй. Набираю в носик воздух. Дуем. Долго. Ты прям дуй только на кораблик. На кораблик дуй. Давай. Низко наклонись. Вот на этот подуй. Давай. А, сейчас смотри, Заняка моя. Пониже головочку. Так, приготовилась? Набрали в носик воздух. Дуй. Вот какой ветер у нас получился. И наши кораблики поплыли по морю и океану. Очень хорошо. Понравилось? Здорово. Будем еще потом учиться. А сейчас мы с тобой думаем, это называется снежинки. Представим, что у нас началась зима. И сыпется снег. Давай мы попробуем с тобой сделать настоящий снег. Сначала покажу тебе я, а потом сделаешь ты. Хорошо? Вот у меня снежинки будут. И у тебя будут снежинки. Для того, чтобы наши снежинки красиво полетели с моей ладошки, мы также будем правильно выдыхать воздух. Похоже на снег. Попробуй и ты ладошку свою. Давай. Где твои снежинки? Держи ладошечку ровненько. Вот. В носик, в носик набери. Дуй. Ну, давай еще разик. Вот какой у нас снегопад. Давай еще раз попробуем. И ты, и я одновременно. Ладошку держи. Накладывай. И я тоже. У нас будет с тобой прямо метель настоящий. Снежный буран. Готово? В носик. Чу-чу-чу-чу-чу. В носик. Здорово. Отсенье. Ну, давай еще разик дуй. Что у нас одна снежинка-то осталась? Это ж не годится. Молодец. Очень хорошо у тебя получилось. И еще у меня для тебя есть очень интересная игра. Называется она «Задуй свечку правильно». Мы тоже будем с тобой набирать носиком воздух и длинно-долго дуть на свечку. Попробуй сама. В носик. Очень хорошо. Давай еще разик. Так, чтобы она потухла. Еще. Затуши. Прямо сюда дуй. Пониже. Губки трубочкой. Молодец. Отлично. Все получилось у тебя хорошо. Очень хорошо. Смотри, что у нас с тобой есть для следующей игры. Это поднос, на котором тоненько-тоненько насыпана манка. Ты манную кашу любишь? Кушала? Вот из такой манки варят манную кашу. Оказывается, ее можно не только кушать, но и здорово рисовать на ней. Ну, давай попробуем. Я нарисую кружок. Нарисуй рядом кружок. Отлично. А чтобы нам еще порисовать, нам немножко надо встряхнуть. Вот, рисовать. Я хочу нарисовать такой квадрат. Давай, квадрат. Замечательно. Так, а треугольник-то можешь нарисовать? Да. Давай, пальчиком одним рисуем. Так, и прямо на букву А больше похоже. Да, на буковку. Так, а давай теперь немножко поиграем. Я буду рисовать круг, а потом ты, потом опять я, потом ты. Посмотрим, кто выиграет тот, у кого, кто рисует последний кружок свой. Хорошо? Итак, ну давай, начинай. Круг рисуй. Так. Так, теперь я. Так. Кто уже с нас выиграет? Теперь ты рисую свой кружок на пустом месте. Так, пустого места все меньше. Я свой тут, теперь ты. Так, я свой тут нарисую. Кто уже первый закончит? Посмотри, есть еще пустое место? А я думаю, есть. Просто можно маленький кружочек нарисовать. Так. А я нарисую вот здесь. Ну, теперь твоя очередь. Молодец. А мне остается только вот здесь нарисовать, маленький. Ну, попробуй ты. Ты уже выиграет, я или ты? Я. Ну, давай тогда. Еще нарисую кружочек. Ой, правда ты лис выиграла. У меня совсем не осталось местечко. Молодец. Очень хорошо. Ну, давай здесь ты нарисуешь еще. Все равно бы ты выиграл. Видишь? Так, хорошо. А теперь будем учить рисовать двумя руками одновременно. Смотри, как это будет выглядеть. Сразу два кружочка. Оп. Сможешь так? Ну-ка, попробуй. Отлично у тебя получилось. Очень хорошо. Теперь мы нарисуем волны. Вот какие волны. Попробуй сама волны на море нарисовать. Прекрасно. Еще, еще видео дальше. До конца. Замечательные. Волны прекрасные. Ну и заборчик. Обязательно заборчик нарисуем. Умеешь заборчик рисовать? Так. А за заборчиком мы нарисуем с тобой домик. Ты умеешь или тебе показать? Попробуй. Треугольничком, да, на мою крышу? Такую хочешь, малька. Интересная крыша. Окошечко. Замечательный у тебя получился домик. Просто очень хороший домик. Молодец. Давай мы немножечко ненадолго отложим нашу манку. Повернись ко мне. Сейчас мы немножко твоими пальчиками поиграем, чтобы они хорошо рисовали, замечательно писали. С твоими пальчиками надо иногда играть и заниматься. Что у тебя в ладошке покажи? Ничего нет? Ой, какая у тебя ладошка замечательная. Больно здесь тебе, да? Давай тогда я вот... Немножечко ссадинка, но она пройдет. Я думаю, давай тогда лучше другую ручку у тебя возьму. Слыши внимательно, какая будет игра. Этот пальчик дедушка. Этот пальчик бабушка. Этот пальчик папа. Этот пальчик папа. Папа. Папочка, наверное, хотел сказать. Этот пальчик мама. Мамочка, да. Этот пальчик я. Вот и вся моя семья. А хочешь смешную игру? Давай покажу. Этот пальчик в лес пошел. Этот пальчик гриб нашел. Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик резать стал. Ну, а этот взял и съел. Оттого и потолстел. Вот такая хорошая игра. Понравилась тебе? Да. И мне понравилась. Хорошо. И давай еще поиграем в такую игру. Кораблик называется. Сделал из ладошек кораблик. Да. Повторяй за мной движение. Да. Вот такие умницы. По реке плывет кораблик. Он плывет издалека. На кораблике четыре. Четыре. Вот так четыре. Очень храбрых моряка. У них ушки на макушке. У них длинные хвосты. Ой, какие длиннющие, да. И страшны им только кошки, только кошки, да коты. Как ты думаешь, что это за моряки такие? Кто боится кошек? Мышек. Это про мышек, конечно. У них уши на макушке, да? Да. И длинные хвосты. И боятся они кого? Мышек. Кошек. Кошек. Мышки боятся кошек. И еще у нас с тобой будет последняя замечательная игра про ежика. Давай сделаем вот так. Самочек ладошки сложим. Ежик, ежик, колки, где твои иголки? Вот они, вот они, вот они. Теперь иголочки оставляем. Ежик, ежик, колки, убери иголки. Оп. Ну, покажи, как спрячешь. Оп. И спрятались иголочки. Молодец. Очень хорошо. Молодец. Вы многое плодотворно занимаетесь со своим ребенком. Это замечательно. Однако не стоит забывать о том, что со своим малышом надо говорить на красивом литературном русском языке. Многое с удовольствием читаете стихи великих поэтов. Пушкина, тючего, фета. В расширении кругозора вашего ребенка вам помогут и вспомогательные средства. Например, обозвелитесь энциклопедиями. Вот, например, такой. Расскажите малышу о том, что его окружает. Не бойтесь пользоваться толковыми словарями. Ведь столько незнакомых слов встречается в жизни малыша. Не всегда мы можем их правильно объяснить ему. В этом нам поможет и такой толковый словарь. Словарь синонимов и антонимов русского языка. Для того, чтобы речь малыша была более чистой, более красивой, тренируйтесь с ним в проговаривании чистоговорок и скороговорок. Вот, например, с такой книжечки. Удачи вам на трудном пути формирования и развития речи вашего ребенка. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok